МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После блестящей победы Красной армии в Курской битве провалилась последняя попытка командования фашистской Германии вновь захватить стратегическую перспективу. Начался переход советских войск в общее контрнаступление на огромном пространстве в 2000 километров, от Великих Луг до Черного моря. На юго-западном направлении концентрировались основные силы воюющих сторон. Исходя из этого, по указанию Ставки Верховного Главнокомандования, в августе-декабре 1943 года был проведен ряд стратегических, фронтовых и армейских наступательных операций. Объединенные единым замыслом, они позже войдут в историю, как битва за Днепр. Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского успешно провели Черниговско-Припятскую операцию. Советские войска продвинулись на 300 километров. Вышли к Днепру, Припяти, Сожу и захватили плацдармы на берегах этих рек. В направлении Беларуси правым флангом наступление вел Центральный фронт. Войска его 13-й армии в ночь на 23 сентября 1943 года форсировали Днепр и освободили первый районный центр Беларуси – Камарин. В тесном взаимодействии с Западным и Калининским фронтами действовал Брянский фронт. Его войска провели Брянскую операцию против 9-й армии противника. 17 сентября они освободили Брянск и, продолжая наступление 26 сентября, окончательно выбили захватчиков из Хотимска, Могилевской области. Это был второй освобожденный райцентр БССР. В результате Смоленской операции была освобождена часть белорусской территории. В ходе третьего этапа операции 25 сентября освобождены Смоленский Рославль, а 28 сентября – третий районный центр БССР – Мстиславль, Могилевской области. Советские войска отбросили врага и вышли на рубеж восточнее Горок, к Дрибину и далее по реке Проня, где и перешли к обороне. Начало освобождению Беларуси было положено. Военно-стратегическая обстановка на Советско-Германском фронте в сентябре 1943 года не позволила развить широкомасштабное наступление советских войск. Во время Смоленской операции ставка Верховного Главнокомандования 20 сентября 1943 года поставила перед Западным фронтом следующую задачу. К моменту овладения Смоленским левым крылом фронта занять Починок, Рославль и выйти на рубеж река Сож, Хисловичи, Шумяги. В дальнейшем наступать главной войсковой группировкой на Оршанском направлении и 10-12 октября взять район Орша-Могилев. После занятия района Орша-Могилев необходимо было продолжить наступление в направлении Борисов-Молодечно и выйти на рубеж Докшицы, Долгинова, Радашковичи. В дальнейшем освободить Вильнюс. Одновременно Калининскому фронту предписывалось не позднее 9-10 октября 1943 года взять Витебск, а в последующем Ригу. Перед Центральным фронтом ставилась задача – освободить Минск. Руководством БССР было принято решение провести торжественное мероприятие, посвященное 25-летию БССР в освобожденном Минске. Дальнейшие события показали, что оснований для таких оптимистичных прогнозов не было. Советские войска не имели значительного преимущества над противником. Перед началом наступления в войсках был высокий патриотический подъем. Но очевидными были и физическая усталость бойцов и командиров, изношенность техники за время беспрерывных наступлений, усложняли ситуацию осенняя распутница, условия местности. Мощные оборонительные сооружения, стремление противника стоять до конца – все это являлось составляющей так называемого «Восточного вала». На это надеялись в Берлине. Тем не менее, советские войска в начале октября 1943 года начали запланированные военные операции от Невеля до Устья Припяти. Редактор субтитров А.Семкин